Всем привет! Неожиданно для меня самым пролайканным оперативником оказались Эхо и Хибана. Поскольку Хибана достаточно заезженный персонаж, я решил выбрать первого. Несмотря на то, что Эхо является малоиграбельным персонажем, это не значит, что он плох. Есть две проблемы, не дураки дороги, а то, что он неподвижен и очень уязвим во время использования способности и очень сложен в освоении. Но вторая, скорее вытекающая проблема из первой. Игру за Эхо я смог разделить на целых три типа, о которых я сейчас вам и поведаю. Первый тип – глубокий деф. Для него нам потребуется единственный и неповторимый автомат MP5 с интегрированным глушителем. Оружие очень приятное, отдача легко контрится. Дополняем всю красоту вертикальной рукояткой и окогом. Из доп-устройств берем щит и ищем для себя или создаем укромное местечко на карте. Такой тип подходит лучше всего для режима заряд. Дронам уезжать далеко от плентов не нужно, важно, чтобы квадрокоптер прожил до конца раунда. Ваша задача – информировать союзников о том, как, где и кем идет наступление, попутно помогая оглушениями союзникам. Главное не заиграться и следить за тем, чтобы ваших оглушающих зарядов оставалось хотя бы два на конец раунда, что поможет не дать поставить деактиватор. Либо же зачастую получается так, что вы остаетесь один против команды противника. Последний заслон. И тут надо смотреть по ситуации, если врагов несколько и идут с разных сторон, то свое место надо покидать и не дать себя загнать в угол. На их адрон уже времени нету, есть только вы, ваше оружие и враги. Если же остались один на один, то имеет смысл играть через оглушение. Ударили пару раз, вышли, убили. Первый тип является самым распространенным для игроков и самый простой в освоении. Я не буду тонко намекать на то, что микрофон за 18 тысяч оказался говном. Серег, давай я буду, они будут заходить в окно, я буду их глушить, а ты будешь на префил ходить. В окно зашел глаз. До мороженого. Давай, выходи. Блядь, ты шутишь. Тип второй. Роль саппорта. Оружие и обвесы тут не играют большую роль, так как в идеале противник не должен до вас попросту дойти. А вот щит по-прежнему нужен, по той же схеме, что и в первом варианте, вьем себе неподступное гнездышко и привязываемся к роумеру. Берем на себя роль разведывательного бота и при контакте с противником либо байтем на квадрокоптер, либо координируем роумеров. В большинстве случаев такие связки должны работать в положительную сторону, но требуют тренировок и понимания между двумя игроками. Если вы играете без своей команды или друзей, то лучше придерживаться первого типа, который не требует от вас особой координации, когда играешь с рандомами, тем более если между вами языковой барьер. Последний и самый сложный тип роумер. Несмотря на то, что эхо очень медленный и шумный, он может быть роумером и причем очень хорошим. Требует хороший навык и поначалу дает хорошие пинки под зад, так больно, что хочется забыть про него раз и навсегда. Но попробовать хотя бы раз стоит. И тут не все так просто. Эхо роумер по-своему. Вам не придется бегать по всей карте в поисках жертвы. Вам надо найти самую стратегически важную комнату для команды атаки. И пытаться не отдавать ее до последнего, но естественно не стоя, как стоп и смотря в юкай. А тоже постоянно менять позицию и работать через оглушение и оружие одновременно. Оглушение, постреляли, спрятались. Оглушение, постреляли, спрятались. И так далее. И тут для начала я посоветую отказаться от окок и вертикальную сменить на угловую рукоятку. Вам надо максимально быстро и часто переходить в режим управления дроном и выходить из него. А прицеливание в окок с вертикальной рукояткой занимает очень много времени. Плюс существенно сужает ваш обзор, а в таких ситуациях вы просто проспите своего второго врага. Можно заменить ПП на дробовик Супернова. Он очень хорош, но это выбор лучше делать, отталкиваясь от карты и помещения, на котором вы играете. Дополнение хочу сказать, во время того, как вы находитесь в боте, вас невозможно ослепить. Хоть для врага и показывает анимацию, будто вас ослепило, на самом деле это не так. Юкай не может зависать под потолком, если там неровная поверхность, или если потолок является территорией за пределами здания, как в подвале на карте клуб, например. Также нету возможности выезжать за пределы здания через двери или отверстия для ботов. Единственное, что можно сделать, это заострять в текстурах окна. Где у вас будет возможность смотреть как внутрь помещения, так и наружу. И окно совершенно не мешает оглушать противника также снаружи и внутри. Правда, несмотря на свою маскировку, Юкай бот сразу бросается в глаза, поэтому по сути эта фишка является совершенно бесполезной. И сложный в исполнении короткого раунда в режиме рейтинг. Я чуть не забыл самое главное. После того, как вы использовали первое оглушение и раскрыли свою маскировку, надо сразу сменить позицию на Юкай боте. Не стоит оставаться на одном месте, так как вас будет очень легко уничтожить. Поскаянно спускайтесь и поднимайтесь, и переезжайте на новые позиции. Если вам понравилось видео, пишите в комментариях следующего оперативника, которого вы хотели увидеть в наших видео. Также не забывайте подписываться на нашу группу, ссылочку на нее я оставил в описании. Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока-пока. Расскажите, Эхо, как вам на отдыхе? На глазах вас приходит. Такой, типа глазами, че, че, че происходит? Господин Эхо, расскажи мне... Да, стойте же, минуточку, можно интервью взять? Господин Эхо, господин Эхо, дайте комментарий. Как вы...